Хочу петь только тебе Погружи на свою атмосферу Погружи на свою цесло Цесло святое Оторви нас от этой земли Мы хотим знать волю твою Мы хотим познать тебя Познать твои планы На нашей жизни Наполни нас духом святым Наполни нас собою Наполни нас собою Мы жаждем тебя Мы ожидаем тебя Ожидаем царство твое На этой земле Обижаем движение твое На этой земле Аллилуйя 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 А полностью, полностью принадлежать Тебе, полностью являть Тебя. Слава Тебе, Иисус! Слава Тебе, Христос! Слава Тебе, Сын Божий! Аллилуйя! Воздайте Ему славу! Он один достоин. Послушай, Он один распростер небеса над церковью, над тобой, надо мной, над этим городом. А мы один Он. Там не было у Него помощников. Амин! Не было никого вокруг. Он один согласился. Амин! Присаживайтесь, пожалуйста, дорогая церковь. Я верю, что здесь сегодня собрались люди Божьи. Ты веришь? Посмотри на ближнего. Ты веришь, что Он человек Божий? Люди веры. Амин! Люди призвания. Люди исполнения. Люди дел. Не люди просто говорить. Да? А люди дел. Я верю в то, что здесь сегодня находятся эти люди. Потому что мы будем говорить о серьезных вещах. Знаете, я маленько издалека начну. Потому что нужно, если сразу сказать, можно быть непонятно. А когда начинаешь издалека, надо все, чтобы было всем понятно. Амин! Но хотя ты должен быть таким человеком, даже если тебе непонятно, исполнить волю Божью. Но лучше, когда ясно и понятно, да? И вообще ясность это какая-то не моя тема, по-моему. Потому что, мне кажется, я всегда, когда говорю, я всех перепутаю, запутаю. Но важно, чтобы ты получил Слово от Господа. Амин! Кто-то знает много. Понимаешь? Кто-то еще что-то. Я не знаток. Я делатель. Мне нравится делать. Мне нравится видеть результат. Я не хочу знать. Я хочу делать. Я хочу знать, что мне делать. Понимаешь? Это очень важно, когда ты знаешь, что тебе делать. Вот мы с женой сидим тут вот сколько уже дней. Не знаем, что делать. Представьте, у нас обычно там вокзал. Вокзал. Вот как на вокзале ты придешь на вокзал. Вот пойдем на вокзал сходить. И там мы будем знать, что нам делать. Там туда одного поставить, туда послать. Это сделать, это пощекотать, там подкинуть кверху, там пообнимать. Поцеловать, обнять, еще что-то. Понимаешь? Но сегодня мы здесь. Мы сегодня отдыхаем, накапливаемся сил вместе с вами. Аминь. Исход 19 глава. И здесь я... Немного мы здесь задержимся, но чтобы было понимание то, что не всегда в твоей жизни, когда ты слышишь что-то, это принадлежит тебе, или это из-за тебя, или какие-то, знаешь... Мне одна сестра распадошла в церковь и говорит, мой сын пророчествовал. Я говорю, это хорошо. Но он пророчествовал не потому, что он пророк. А потому, что он попал в помазание пророчества. Из-за какого-то человека. Понимаете? Иногда. Вот у вас пророческая церковь. Это дорогого стоит. Это и тяжелый. Это тяжелый вес. И за это платится большая цена. И когда пасыр выходит, или левит открывает небеса, все становятся пророками одновременно. Помните, Саул даже попал в сон пророков. Слушайте, евреи такие хитрые. Это просто. Самуил говорит, там за Давидом бежит этот Саул, говорит, пророком говорит, давайте его к себе, к себе, вот в эту атмосферу. И он там с ними. Три дня, да, написано, и сколько он там с ними пророчествовал все. И когда, знаете, кто-то там говорит, вас там пленяют, вас там обманут. Послушай, ты попал в правильное место, где он сам, который гнался за Давидом, начал говорить правильные слова. Вот в этой атмосфере и есть правильные слова. Потом мы выйдем отсюда, может быть, мы там не будем с этими словами, понимаешь? Ты не должен быть как Решито. Эти слова должны остаться все в тебе. Это помазание, когда за тебя молятся, должно оставаться в тебе, чтобы ты стал этим носителем, понимаешь? Не чтобы как дуршлаг, льешь, 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 говоришь, льешь, а там как тоже работает и ничего нет. И тут то же самое. Производится великая работа и ничего нет. Поэтому я хочу кое-какие моменты показать, чтобы мы все заняли свою позицию. Помните, апостол Павел говорит, каждый думает о себе по мере веры. Амин. Может быть, ты и пророчествуешь. Я не спорю, это хорошо, это классно, это круто. Но ты должен понять, может быть, ты и не пророк. Может быть, ты слышишь голос Божий. Но может быть, этот голос из-за кого-то. Амин. Потому что здесь мы, давайте, может быть, я и не буду читать, а просто вам расскажу то, что здесь я являлся, здесь говорит Бог с Моисеем. С Моисеем. И он говорит, собери народ, чтобы они пришли. Я буду говорить к тебе. Слышишь? К тебе, к Моисею. Он его говорит, Моисей там говорит, я знаю твое имя. Помните, когда Моисей стоял у термого куста, он говорит, как имя тебе? Чтобы я пришел там, сказал, чтобы меня не убили. Чтобы, ну, и вообще поверили мне, он говорит, сущий. Помните? И Моисей, он говорит, я знаю твое имя. Он говорит, я тоже твое знаю, Моисей. И ты, и говорит, собери народ к этой горе. Пусть они не поднимаются, там вот эти все повеления дал, да? Собери народ. Я буду говорить к тебе. А народ будет слышать мой голос. Понимаете? Я говорю, когда мы слышим голос Божий, и Бог является из-за какой-то личности. Амин. Здесь в данный момент пастор Михаил личность. Амин. Бог и... И он носитель этих откровений. Он первый слышит эти откровения. Он первый. Еще не здесь. Еще не на алтаре. Он еще там, святой святых, эти откровения слышит. Амин. И потом каждый народ... Знаете, у вас такое бывало? Ты приходишь на служение, и ты говоришь, да я только об этом говорил. Брат, брат, ты помнишь, я с тобой сейчас об этом говорил? И тебе тоже открыто. Слава Богу. Слава Богу, что ты уже слышишь голос Божий. Слава Богу. Понимаешь? Но мы должны просто понимать, из-за кого это. Понимаешь? И чтить этого человека, из-за кого Бог посещает. Кого Бог назвал по имени. Однажды это перейдет к тебе, то же самое. Вот знаете, я здесь, я здесь не пастырь. Это я у себя там, и Моисей там, и Авраам, и кем только не могу быть, понимаете, дома, в церкви там. А здесь я овца. Амин. Я хочу вам кое-что понять, чтобы каждый из нас понял и занял свое место. Не знаешь, займи там свое место, ты знай свое место. Не-не-не. Своё место, где ты будешь... Апостол говорит, я хочу найтись в тебе. Не важно кем, но я хочу быть в тебе, Иисус. Потому что только в тебе спасение, только в тебе исцеление, только в тебе победа, только в тебе царство, только в тебе я могу познать Отца, только в тебе воля, все в тебе. Амин. Полнота благословений, наполняющих всех и во все, все и во все, в тебе, Иисус. А вне Христа этого нет. Мы можем видеть у другого, мы можем слышать много, мы можем знать много, но только в нем это все явится в твоей жизни. Амин. И знаете, у нас есть большая ошибка у каждого из нас, у каждого человека. И я думаю, даже это где-то может быть проблема проповедников, потому что эта ошибка перешла в народ. То есть, смотрите, Богу сегодня, у Бога есть Моисей. Слышишь? У Бога есть Моисей, к которому он приходит. Ему не нужен второй Моисей. Ты понимаешь, о чем речь? Почему все хотят быть Моисеями? Почему все хотят быть Авраамами? Богу нужны люди, сто процентов, и ты Ему тоже нужен. Обязательно нужен ты Ему, потому что ты здесь. Амин. Потому что Он тебя призвал, предопределил. Предопределил тебя, лично тебя, лично тебя. Когда мне Бог сказал, я тебя призвал, я говорю, зачем я тебе нужен? Я просто смотрел на себя в зеркало и сам себе там думал, ты вообще никому не нужен, не то, что Ему. Понимаете? И на свою жизнь, на свою одежду, на озираясь назад туда вообще не надо было смотреть никогда. И Богу не нужен второй Моисей. Ему даже Аарон не нужен. Знаете, еще хочу сказать. Жезл Аарона. Чей был жезл? Это был жезл Моисея, который Он ему дал, чтобы показывать чудеса Божьи. Амин. Чей? Чьим голосом говорил Аарон? Все, что сказал ему Моисей. Амин. Но Богу сегодня нужен, знаете кто? Ему нужен Иисус Навин. Амин. Ему нужен, как мы говорили вчера, Гедеон. Амин. Богу нужны эти люди. Ему нужны апостолы. Ему нужны посланники. Ему нужны пророки. Амин. Ему нужны люди Божьи. Амин. Понимаешь? Ему не нужен второй Авраам. Я вас, я просто, знаете, я вас умоляю, чтобы вы поняли вашу позицию каждый человек. Каждый человек. Все мы... Я говорю, почему ошибка? Я говорю, ошибка, потому что мы говорим про проповедников какая? Мы говорим, найти, войти в наследство Авраамова. И все сразу Авраамы. Поворачиваешься, в халатах стоят, с бородами. И все вот эти благословения. Это мое все. Когда ты говоришь о наследии, о благословениях, руки у всех. Выше зала поднимаются. Там вещи с потолка, там с крыши. Видать Богу. Вот они наследники. Почему сразу? Послушай, наследие Авраамова это то, что нам Бог обещал. А мы. А мы. Понимаешь? Но наследник это не Авраам. А мы. Если ты станешь вторым Авраамом, то тебе надо заново проходить тот путь, который проходил Авраам. Наследник является Исаак. Слышишь? Наследник является Исаак, а не Авраам. Зачем Аврааму свое наследие? Зачем Богу второй Моисей еще сорок лет ходить по пустыне? Послушай, вся фишка в Евангелии и в жизни нашей мы должны взять эти откровения Моисея. Слышишь? Потому что это откровение не для одного человека и не для столетия даже иногда бывает. А мы. Потому что мы все вспоминаем, когда мы пришли, мы там 10 лет назад пришли, но там лучше даже не вспоминать. Не пришли, а там приползли, там еще. Понимаешь? И когда Бог, вот однажды Бог сказал. Знаете, я недавно открывал свои первые, первые, где я молился Богу, где Бог со мной говорил в тайной комнате, открыл там, там, землю купить, там на Алтае, там еще. Представьте, сколько лет назад, через 10 лет я это там начал приобретать только. Понимаете? Через 10 лет. А так, если мы просыпаемся, на следующий день, он говорит, нету. Ну, нет уже. Понимаешь? Вроде бы, вчера даже ты исцеление получил, а на следующий день ты говоришь, где же ты, Господь? Он говорит, ты что, заскучал? Один день прошел? Один день ты уже потерял? Потому что сегодня в твоей жизни не исполнились твои ожидания. Понимаешь? Из-за этого ты говоришь, а где ты, Господь? Я же у тебя сегодня завтрак заказывал там. Ворона нету. Еще там нету. Понимаешь? Поэтому я хочу серьезно поговорить сегодня о том, что нам не надо. Мы должны войти в это наследие сто процентов. Но наследие это не имение. Наследие это откровение, это дух. Потому что, когда Бог разговаривал с Иисусом нами, Он говорит, я как был с Ним, Он его так же начал называть по имени. Слышишь? Так же. Он говорит, я как был с Моисеем, он сказал, Моисей 2. Моисей 2. Он ему сказал, как я был с Ним. И те же откровения. И послушайте, Моисей не просто был там где-то, Иисус Тавин не просто был с Моисеем рядышком. Он воевал. Моисей говорит, иди воюй, иди поражай врагов. Он так точно. Пошел. Понимаешь? Все было так в его жизни. И эти же откровения. Моисей говорит, иди землю посмотри. Иисус Тавин говорит, это наша земля. Слышишь? Почему? Не потому, что он увидел хорошую землю. Его ничего не напугало. Его ничего не устрашило. Он видел и людей сильных, и землю хорошую. Он говорит, это наша земля. Потому что он взял эти же откровения, которые Бог давал Моисею. Понимаешь? И он говорит, это наша. Это не может быть их. Маме, это уже наша. Все, я видел. Я справлюся. И со мной еще один там халев. Понимаешь? Мы справимся. Они вдвоем уже все там. Нет. Вы что там? Они говорят, послушай. А эти говорят, мы берем. Вот мы вот этими людьми должны стать, которые когда, послушайте, пастор не может везде быть. Моисей не может везде быть. Он не может одной рукой молиться, второй сражаться. Хотя мы помним, да, когда восстанавливали стены там. Но это я не представляю, как они там одной рукой тут ногой отпинули. А тут камни складывают, быстрее дырки эти закладывают. Но это возможно. Но не надо. Амэ. Богу это не надо. Он не хочет взрастить слушателей. Он не хочет. Ты знаешь, лучше не надо тысячу слов. достаточно одного похода. Амэ. Завоевать то, что Бог сказал Моисею. Амэ. Это достаточно одного дела. Я вам покажу даже. Почему, знаете, почему мы про Исаака так мало написано? Вообще, да? Вообще чуть-чуть прям. Ну там вообще прям, если взять всю Библию, про Арама, про Якова, много там они встречались с Богом. Этот дрался там с ангелом каким-то. Представьте там. И все, как он работал. Все-все-все написано. Про Исаака, вот он тоже там хотел тоже обмануть этого царя. Там он говорит, царь, нет, 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 подожди, подожди. Этого не трогайте. Этот из Авраамова. Его отец так же со мной поступил. Меня чуть Бог не убил. Представьте, этого не... Я их знаю. Эту фамилию я знаю. И к ним сказал ихний Бог не прикасаться. Они не сражаются, они вам ничего не сделают. Они вас еще обманывают. Я говорю, эти евреи, вы просто не представляете. Вот хотите, я вам еврейскую натуру покажу? Этот Моисей родился. Написано, веруя, они его скрывали. Потом, помните, положили асфальтом, намазали. Асфальт еще тогда был. Сегодня не могут положить асфальт. Тогда уже не тонула эта корзина, понимаете? Не протекала. Сегодня не могут. Сегодня текет все. У нас дождь прошел, ливень, и асфальт утек. Представьте, прям утек. Ну, там, прям много утекло. Асфальт, там в новостях даже показывали. Я думаю, как он мог утек? Даже Моисей не утек, когда у него, ну, не промок. И слушайте, вот послушайте еврейскую натуру. Это просто. Иногда к нам так относятся, типа, вот вы там это, да вы там везунчики, да еще что-то. Да не, послушайте, нет, это не мы. Это Бог так творит. И вот она намазала, положила сестре, говорит, стереги. Представьте, это же, это на сколько ходов надо продумать, чтобы так вообще выжить, и жить, и наслаждаться жизнью. И она положила вот его на этот, сестра стерегет, Мариам стерегет, и это, ну помните, да, дочь фараона выходит, там, о, какой хороший там ребенок. Она говорит, не найти ли тебе кормилицу? Вы представьте, как там все продумано? Она говорит, слушай, ну надо, я же его не прокормлю, у меня молока-то нету там. Она мать зовет, представь, и так говорит матери, слушай, я тебе заплатил, я не заплачу, скорми его. Слушай, представь, ты родил, тебе платят за то, что ты его кормишь, ты его сохранил от смерти, но это только евреи так могут. Понимаешь, еще потом в царский дом отдал, вырастил его все, давай, сынок, тебе еще там, надо будет нас вывезти потом отсюда. Представьте, какие там ходы, какие там, Бог говорит, неимаши мысли, мои мысли, делай так, как я тебе говорю, сказал отправить, отправляй. Амин. Так вот, я хочу, чтобы вы каждый понял, человек, всем удобно, кажется, это кажется, так что удобно быть, Моисеем, Авраамом, еще кем-то, но я хочу вам сказать, может быть, кого-то разочаровать, вы должны стать Исааком. Может быть, о тебе будет мало написано, но знаете, Исаак вошел, слышишь, вошел в наследие, вошел в наследие, знаете, как Исаак вошел в наследие? За одно лишь всего лишь действие. Всего лишь за одно действие. Там не написано, что он там ходил, бродил, там жертвенники, с Богом встречался. Там вообще не написано, да? Написано, что был переход этих благословений, Авраама на Исаака. Помните, ну, даже там он сказал Бог, если, когда говорил Аврааму, если твои дети будут послушны мне, как ты, тогда эти все набетования, наследия, эти все земли, то, что я тебе говорил, они перейдут на твоих детей. Амин. Но знаете что? Нам никому не охота быть этим, Исааком. Я покажу, почему. Потому что Исаак, это была жертва. Слышишь? Исаак, это была жертва. Это не было, ой, я маследник, батин там, цветные одежды, там еще что-то там, ходил-то, измаил, там, тинь-тинь-тинь, наоборот, измаил его перпиновал там. Амин. Но он был жертвой. Из-за вот этого вот одного поступка, когда он шел со своим отцом. Знаете, кто-то говорит, я не хочу быть жертвой. Я лучше там, лучше Авраму. Лучше блажение давать, да? Блажение давать. Авраму блажение было, чем Исааку. Но знаешь, я хочу сказать, настоящие родители, они готовы отдать жизнь за своего ребенка. Особенно мамане. Поэтому, когда, я думаю, там Исаак, когда мы, батя говорит, пойдем к Богу, он, мамка, мы уходим. Мама пока. Мама. Никому не охота быть жертвой. Никому не охота быть жертвой. Никто не хочет быть послушным. Никто, знаешь, еще той жертвой, когда они пошли, и там прошли какой-то путь, и Аврам на него нагружает, дрова на Исаака складывает, дает ему огонь в руки, и говорит, пойдем, сынок, вот на ту гору. Он говорит, пойдем, батя, а где жертва? Бог усмотрит ему, он сказал, но он понимал, то жертва. Слышишь? Ты, ты, я знаю, мы там царственное священное, мы то, мы все. Ты должен стать, послушай, как он. Потому что это Христос. А ты христианин. Потому что написано то, что Христос смирил себя до смерти, смерти крестной. Амин. Не потому что по приколу, не потому что он любит быть жертвой, это я не о той жертве, как, знаете, там, пастор, у меня все плохо. Это ложная жертва. Амин. Истинная жертва, когда ты в смирении. Хорошо, Отец, пойдем. И у тебя нету никаких сомнений. Если надо умереть, умереть. Амин. Апостолы так шли на крест, они знали, куда идут. Как овцы, как Христос, как овца шел на заклане. Амин. Не по-другому. Не убегали. Понимаешь, шли туда, там, где тебя распнут, по-настоящему, по правде жизни. Недуховно. А прям по правде. Понимаешь, Писание говорит, мы вчера с одним братом общались, я говорю, когда тебе говорит, или когда ты слышишь повеление, я не думаю, понимаешь, я не думаю. Если ты начнешь взвешивать, все твои дела, это вся суета, весь этот мир, он будет тяжел в твоих глазах, на весах. Понимаешь, вот мне все спрашивают, ты что тут мимо проезжал, там, во Владивосток, кто меня тут отправлял, знаете, уже откуда, кто, откуда я не ехал, там, мимо, там, оттуда, с Китая, не с Китая, там, со Владивостока, машину гоню, не машину, все разное всякое. Я говорю, да нет, мне пастор сказал. И знаете, когда пастор сказал, вот знаете, если мой календарь, вы посмотрите, там нету необведенного дня в моей жизни. Не то, что я там, дайте, такой проповедник, там, везде мне надо проповедовать. У меня просто 19 детей, там вот, каждым днем цифры, 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 туда, сюда, я туда, жена туда, один там, другой там, одни в больнице, другие там еще где-то. Сейчас эти там, в общем, и приезжают там в день семьи поздравлять, там, знаете, ну, с правительства кто-то, к нам домой должны приехать. Я просто, я говорю, пастор, все, я еду, через час у меня билет. Я ему скидываю, вот, у меня билет. Потом жена, жена должна была попозже приехать, но она говорит, я одна не полечу. Я ей тучи билет, хоп, купил. Ну, правда, жены дорогой, этот, удовольствие. Но лучше, чтобы она со мной была. А мы, надо платить любую цену. А мы, поэтому, и мы здесь, понимаешь, что там? Она говорит, у нас, смотри, там это, там дети в лагере, эти двое там в больнице лежат. Ну, они не болеют ничего, просто там на проверке. Я говорю, послушай, это всегда в нашей жизни. Это всегда. Вот, можешь листать, листать до Нового года, там всегда. И не просто там, это, у нас один день был, суббота отдохнуть. И сейчас у нас сын пошел на стресс-хоккей, ему надо такси вызывать в пять утра, он мне будет, папа, можешь вызывать. У меня просто этот телефон, кто придумал телефоны, да? И кто-то, знаете, кто-то молится о машине, а я думаю, господи, этот руль опять, этот руль. Не хочу ничего, не хочу ничего. И вот, понимаешь, весы должны быть, и они у тебя были в твоих руках, и ты соизмерял свою жизнь. Понимаешь, знаешь, когда? Писание говорит, что ты должен был это сделать, рассчитать все, прежде чем пойти со мной, говорит Иисус. Ты, говорит, рассчитай, вывезешь ли ты этот путь, пройдешь ли ты этот путь, или тебе там надо с папой там попрощаться, мамой попрощаться, детей что-то там накормить, напоить, ты посчитай. Вот тогда был твое взвешение перед молитвой покаяния. Я вот не сразу покаялся. Я взвешивал, три недели я ходил на сужение во воскресенье. Приду, посмотрю, классно, горю, скочат все, там, вот они тут отрываются. И мне так охота кричать, но я не знал, что кричать. Поэтому я стоял, и, знаете, вот эта атмосфера пения, я этих слов даже не знал, я имя Бога даже не знал, что я пою-то. Ну, так классно просто, вот в этой любви, вот эту, никого не знаю, все как сумасшедшие кругом. И ты как будто такой же с ними там стоишь. И они говорят, и молитву покаяния. И я всегда вот так устоял, думаю, если я сейчас выйду, все, это все. Не то, что я войду в благословение. Какие благословения? Я понимаю, что мне надо будет полностью, радикально повернуться вот так вот и пойти за ним. И вот эти весы, я взвешивал все, три служения вот этих вот. И на третье я только пошел. вот к Иисусу. И потом я думаю, зря я это сделал, потому что два года меня просто там камнем вниз. Ну, пути, чтобы сузить. чтобы только он остался. И вот, и после этого, помните, что Иисус говорит? Оставь все, следуй за мной. И вот эти весы должны там остаться. Твое мнение. Амин. Все. Он говорит, оставь себя, свои мысли, свое мнение, свое мышление, следуй за мной. И вот тогда наш выбор закончился. Бог дает выбор. Да, Бог дает выбор. Послушай, я имею в виду, правильный выбор остался один. Стать носителем откровений, стать завоевателем городов, земель, душ человеческих, поражать дьявола, исцелять больных, изгонять бесов, ходить в наследие и вводить туда все остальные народы. Амин. Вот там закончился твой выбор и мой тоже. Амин. Так говорит Бог, понимаешь, потом уже не надо взвешивать, когда ты пошел. Все, мы пошли, мы согласились. Мы согласились идти за Иисусом. Мы согласились исполнять Его волю. Мы тогда согласились стать этой жертвой. Амин. Богу угодно жертва. Понимаешь? И мы даже садите, мы с Аагом, который вот с дровами, с огнем, куда идем, что делать, что делать, ты и есть этот Агнец. Ну и слава Богу. Амин. Слава Богу. Понимаешь? Потому что без этого все остальное ты будешь наследником там, еще там что-то. Не будешь. Если ты готов всех жертву принести, а сам не готов отдаться, не будешь. Потому что все эти наследники, начиная с Авраама, они это и совершили. Он говорит, выйди, он пошел. Все. Там он уже все оставил. Там он уже все оставил, когда Авраам пошел за Богом. Амин. А этому сыну, чтобы войти в наследие, понадобилось только одно. Пойти на этот жертвенник. Слышишь? Больше про Исаака, там что-то он там угодил Богу, там не угодил. Ничего нету. Вот тогда он вошел в наследие, когда на жертвеннике лежал связанный, и батя стоял над ним стажом. Амин. Вот тогда он сдал свой экзамен веры. Вот тогда он вступил за свое послушание. Амин. За то, что... Послушай, по-другому я тебе хочу сказать. Знаешь, пастор говорит, давайте это сделаем, давайте это. Мне Бог не говорил. Представьте, пошли на жертвенник. Он говорит, Мне Бог не говорил. Мамка, батя, крышу снесло. Давай, защищай меня. Знаете, что произошло? Он говорит, я согласен с тобой. Твои откровения, да будут моими откровениями. Он говорит, Бог силен, потому что Авраам не просто уже пошел его убивать. Он говорит, Бог, который тебе дал, я думал, там был разговор еще, какой-то. Бог, тебя дал Бог мне. Знаете, когда в нашей семье мы нарожали детей, чуть-чуть сначала, четверых, и там одно происшествие, второе происшествие, и мы, знаете, я там сражался, 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 и все сражается, сражается, короче, она все рожает, я все сражаюсь, и потом говорю, в один прекрасный момент, с этими детьми ничего не может быть. Представьте откровение, с этими детьми ничего не случится. Она говорит, почему? Я говорю, их дал Бог. Потому что она была бесплодна. Понимаете? У нее диагнозы, несколько шучек там, что она бесплодна, что она не может иметь детей. Я говорю, их дал Бог. Она говорит, точно. Слушай, там вот тогда Бог, тогда что, показал тогда, и все, с этих пор, когда что-то происходит, она говорит, с этими детьми ничего не может быть. Эти откровения, которые я получил, она теперь говорит, с этими детьми ничего не может быть. Ничего не может случиться. Потому что их дал Бог. И Авраам также шел с ним. Послушай, сынок, Бог мне сказал, но с тобой ничего не будет. Но он даже будет, послушай, он же вознес нож. И он принял, если так надо, я готов. Потому что я верю твоим откровениям. Потому что у меня своих откровений нет еще. Мне Бог еще ничего не обещал, может быть, но я верю твоим откровениям. Я верю в то, что Бог тебе сказал. Я верю. Амин. Когда я верю, я говорю, что вера это действие. Амин. Веря это действие. Это когда я верю, я действую. Я с тобой. Даже если я жертва. Амин. Потому что священники приносили жертву. Амин. Поэтому я хочу, чтобы каждый из нас мы узрели, узрели в себе Исаака. Не то, чтобы когда приступали, а что я, а что не умерли, он. Послушай, когда обетование тебе нравится, но все обетования ты пройдешь через свое посущание, через повеление, как ты, это показатель того, носишь ли ты эти откровения или нет. Посущание не просто, как старший сын. Да, все, да. Да, я сделаю, отец, я сделаю. И потом, ни благословения, ни этих обетований, ни помазания, ни бесов, ни изгнания, эти бесы еще жирают, ни через будь посущание, а просто, потому что я верю. Отец, потому что я верю, поэтому я так и буду делать. Амин. Без всяких весов, без всяких взвешиваний. Это жертва. Послушай, ты не можешь просто так пройти. Не можешь. Не можешь. Никто там не прошел в Библии. Никто не прошел через жертвенник. Я не о деньгах, а о жертвенник жизни. Никто там просто так не прошел и не дошел до Христа или не дошел до Бога. Не было такого человека. Никто не прошел до обетованной земли просто так. Амин. Даже, послушай, даже иногда, слава Богу, что мы теряем людей, этих неверующих, как они потеряли своих отцов, матерей, в пустыне. Потому что, пока они были, они мешали им войти своими вот этими ложными откровениями. Амин. Свои невериями они мешали попасть в обетование. Они мешали попасть в исцеление. Они мешали. Но из-за одного человека, слышь, которому Иисус Навину Бог сказал, я буду с тобой. Они все слышать начали его голос и уверовали в эти откровения и пошли взяли Ерехон и остальные земли. Амин. Понимаешь, как важно иметь понимание, с кем ты разговариваешь и чье слово ты принимаешь. Амин. Оно нелегкое. Это нелегкая задача, понимаешь? Но есть, чем меньше ты будешь думать и чем меньше у тебя будет весов, чем меньше у тебя будет плоти, чем меньше у тебя будет своих повелений, чем ты быстрее будешь соглашаться. Я тебе хочу сказать, суета, работа, дела мира сегодня никогда не закончатся. Никогда. Вообще никогда. Пока эта земля не сгорит. Амин. Поверьте, я знаю, о чем говорю. У меня два дня в одном дне. Я в шесть часов уезжаю, приезжаю в два, умер просто там на кресле, на первом этаже. Я даже к себе в спальню не поднимаюсь. Через 15 минут стою, у меня начинается второй день. А у вас еще один идет. Потому что второй день начинается, слава Богу за жену, она там их учит, что-то там отвозит в садики, в школы там. А у меня там первое служение, вот это утреннее молит, потом тысячи там дела по делу, быстро в городе вернулся. Реально, я говорю, мы с одним пастором отсюда уезжали, я говорю, остановились и переночевать. Я говорю, ты не переживай, я сейчас умру, а утром я воскресну. Я встану, ты не бойся. И я просто только на подушке долетел, выключился, утром встаю, он говорит, и там на 10 минут раньше, он говорит, ты же сказал 8 поедем. Я говорю, все, поехали. 10 минут тебе ничего не решит. Воскрес. Он говорит, ты точно умер. Я, говорит, не спал прям. Наверное, будил меня там. Захрапел, наверное, просто. Отпугивал всех демонов, чтобы не мешали спать. А мы, и тараканов, и мышей все. Там гостиница такая страшная была. Но сил уже не было никуда двигаться. Поэтому, не важно, где мы спим, не важно, где мы находимся, главное, кто с нами. Я хочу сказать, это нелегко быть жертвой. Нелегко. Но чем больше ты привыкаешь, тем легче тебе становится. Послушай, вы должны правильно, это не должно быть, это знаете, как это, тут всех психологи весь мир вытаскивают. Ты не жертва. Посмотри на себя. Посмотри, кто ты, кто ты, и кто ты, кто ты. Слушай, я никто, я кто, я кто, я кто, и никто становится. Послушай, ты один раз платишь цену, проходишь через жертвенник, и вечно живешь в благословении. А мы, понимаешь, это намного больше, чем ты стоишь, и там доказываешь сам себе, что ты кто-то. А мы, и намного быстрее. А мы, и намного яче твоя жизнь, потому что всякая жизнь, всякая жизнь ты живешь, когда проходит что-то. А мы, вот мы сейчас, я серьезно говорю, мы с женой сидим, мы думаем, что, как люди живут вдвоем. Мы на друг друга смотрим просто. Я рад, что я с ней вдвоем остался с 2011 года первый раз. на такой долгий срок. Сколько мы уже там вдвоем вместе? Два дня, наверное. Это реально, я вам говорю, понимаете, это не шутка. Это не шутка. Но я хочу сказать, мы живем там, где вот эти вот дети, сопли, слюни, вот там еда, там машины, ты летишь туда, там туда не успеваешь. И я всегда, праведник всегда успеет, и там церковь, народ, там страдания, переживания, благодать, благословения, посещение. Вот там ты живешь, в процессе. А когда ты просто вялишься, ты не живешь, ты вялишься. И даже не готовишься. Амин. Ты не готовишься даже. Я не хочу, чтобы вы, я не о суете, я о Божьих делах говорю. Вот тогда приходит жизнь, когда ты, потому что приходит благодать, приходит благословение Господне. Амин. И вот Христос, Он написал то, что пошел и дошел до смерти, смерти крестной. Амин. До самого креста. Потому что Он, знаете, это, ну, не то, чтобы Ему Бог не говорил, как Исааку, да? Ему Бог сказал, что нужно делать. И вы помните, одно Иоанна, четвертая глава, у колодца-то, Иисусу принесли, ученики покушать, Он говорит, пища моя есть, творить волю посавшего меня. Я этим живу. Не своей волей. Не то, что я думаю, не то, что я хочу. Он говорит, надо в магазин там заскочить, надо хлеба купить там, еще что-то им постоянно надо. Он говорит, да успокойтесь вы, маловеры. Что тормозил их, тормозил, говорит, пошли со мной, я тебе покажу, я знаю, как надо. Пошли, поднимайте глаза, там вон народ идет. Какой народ? Где народ? Где он что там уже? Жатва, какая жатва? У них постоянно не догоняли. Понимаешь? Потому что он чуть-чуть выше и видит чуть-чуть дальше. Но это не так, для вас чуть-чуть, так-то он вообще все видит. А мы, но ему нужны мы, как жертва. Я серьезно, как жертва, который оставил все свое и пошел за ним туда, куда он хочет идти, потому что он хочет, ходить. Он не хочет смотреть телек, сериалы тем более. Мы потому что с женой сделали вывод, что в таком состоянии, что делать? Только можно сериалы смотреть. Хорошо тут есть на телевизоре этот ютуб, мы ваши песни слушаем. А мы, понимаете, ну что делать, вот когда ты, когда тебе реально делать? Ты не посылает тебя никто, тебе ничего, жертвы никакой нету. А ты уже привык, что-то где-то, ну, участвовать, где-то что-то прибывать, еще какие-то моменты. Понимаешь, привык. Вот это хорошая привычка, да? Вялиться плохая привычка, диван охранять плохая привычка. Поэтому мы должны вот этим жить. И когда, знаете, послушайте, я, Иисус Христос, давайте, наверное, откроем это местописание. Это филиппийцам 2 глава, 8 стих написано, смирил себя до смерти, и смерть не крестна. А здесь я хочу открыть Матфея, 10 главу. Чтобы тебе что-то исполнить, тебе надо войти в эти откровения, войти прям. Они должны быть с собой, они должны стать твоими. Знаете, это же не просто я открыл исход 19 главу, потому что эти люди слышали голос Божий, представьте. И они там говорят, говорят, ты это, пускай он с нами не говорит, ты говори с нами. И он пошел, там через пару глав пошел, опять разговаривать с Богом Моисеем, представьте, и эти люди что сделали? Терца. Они только что слышали голос Божий, первое, не сотвори себе кумира. Он им там говорит, да не будет у вас богов, да не поклоняй тут же, он только отлучился. Они говорят, слушай, а там дальше еще в числах, не одним с тобой Бог разговаривает. Помните, белое стало, как проказы. Не с одним разговаривает, но один носитель может быть, а мы все должны стать этими носителями. А мы все стать носителями этих Божьих откровений, Божьих заповедей, а мы и друг друга там написано укреплять, укреплять этими заповедями. Как ты думаешь, не сходить ли нам сегодня куда-то там на совет нечестивых, так скажем, образно. И второй ему говорит, блажен муж, который не ходит на совет нечестивых. Ну, разве тот пойдет? Понимаешь, откровение будет обличать, откровение будет удерживать, откровение, Слово Божье, потому что это не просто знание. А мы и там, говорю, все слышали этот голос, но когда Моисей ушел, все совратились. Все, просто все и даже первый помощник там, давайте сережки ваши кольца там тащите, сейчас я вам тут устрою быка, будем брать его за рога. Здесь 10 глава, 39 стих. О, как так? Такого даже нет, тихо. А, есть, наверное. Сбережь душу свою, потеряйте ее. А потерявший душу свою ради меня сбережет ее. А мы, и понимаешь, когда написано, хочешь быть больше, стань всем слугой. А мы, а здесь он, это я говорю про Исаака, понимаешь, здесь он будет берегаться, или ты будешь сберегать свою душу, свое имение, все, что у тебя есть, свои мысли, все потеряешь. Все потеряешь. Но когда ты говоришь, на, на, Знаете, у меня иногда вопросы, ну, не к вам, не к вам, прихожанам, церквей всех, вот, там, знаете, пасырь иногда выглядят, там, прихожане все такие, такие, все, знаете, хорошие выглядят, там, все, такие, чинные все, богобоязвенные все, там, у них там, машины хорошие, и пасырь, там, идет пешком, там, это вот, знаешь, разве это проблема пасыра? Или проблема овец, отары, которые от своей шерсти не могут ему, ну, на одежду, там? Это не проблема пасыря, правильно? Это потому, что не овцы там, а козлята бегают, а мы, и убегают от него еще быстрее, чтобы никуда не паса, чтобы ничего не сказал, чтобы ничего не попросил. Мне нравится, знаете, пас, вот Аврааму было хорошо. Вы знаете, вот, я никогда вот, ну, не прошу, у людей там что-то еще, с ним есть у меня там отношения, я там делаю свои заказы, но не физически, а в служении там, там приобрести, там завоевать, там победить кого-то, там исцелить, есть, есть, я прошу у Бога, но когда, знаете, я помню Иисус, сидит вот, у колодца и просит воды. Помните его самарянки? Вот это то же самое, Иоанна 4, 4 глава, которую я сейчас цитировал. И она говорит, типа, у тебя и подчеркнуть нечем. Он говорит, если бы ты знала, кто стоит перед тобой, ты бы просил. А мы? Так вот иногда проблема, то, что люди иногда убегающие бы, пасырь не попросил, а просто послал, попросил что-то сделать, там, понимаете? Я говорю, это проблема людей. Мы должны первые в строю стоять. Он не может везде быть, не может, невозможно, он не Бог. Понимаете? Но он носитель этих откровений, из-за него здесь обосновалось и все. Амин. Из-за него, из-за него. Амин. Из-за человека. Потому что, и он не может быть везде. И мы даже первые стоять. Пасырь, да не обременяй себя, давай я. Амин. Но где возможно? Где возможно? Давай я, не обременяй себя. Знаете, я однажды стоял у себя, и тоже, я слышу, пасырь Михаил говорит, почему у вас нет на утренних молитвах? Почему у вас нет на утренних молитвах? Слышишь? Выдашься пасыра, говорит, пасырь будет на утренней молитве. Когда ты приходишь, что-то там говоришь, освобождаешь, меняется. Атмосфера. Я прихожу, может быть, угрюмый там, страхи, но ты видишь, благословляю, и все рассеивается. Амин. Из-за присутствия, из-за откровения. Когда ты приходишь, когда ты молишься, возлагаешь руку, я иду, у меня получается. Какие-то двери открываются передо мной. Знаете почему? Потому что он стал этим Исааком, этой жертвой. Потому что только жертва может открыть небо и открыть дверь. Представь, Иисус, здесь в 2 Иоанна, Иоанна 12 глава. Иисус 24 стих, ну, 23-го. Иисус же сказал им в ответ, пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире этом сохранит ее в жизнь вечную. И там, кто мне служит, да мне последует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почит отец мой. Амин. Вот так есть переход, слышишь? Вот так есть переход к почтению отца. Когда мы служим, когда мы служим своему Моисею, когда мы служим ближнему, вот это есть, тогда отец начинает почитать. Понимаете? Я говорю, не всегда Бог, и Бог сразу ни с кем не разговаривает. Амин. Сразу нету такого разговора там, что там, знаешь, ты зашел в тайну комнату, тебе никто не проповедовал, ты не пришел в церковь, не почитал молитву покаяния. Даже молитву покаяния Бог посылает человека, чтобы тот человек, который имеет это откровение о жизни вечной, о принятии Господом Иисуса Христа, и он только может дать это тебе. Амин. Потому что Корнилий послал за Петром. Послушай, этот же ангел пришел, ну что ты, так ты ему скажи слова спасения. Нет. Иди за Петром. Петр скажет тебе слова спасения. Потому что Петр, он принял эти откровения Иисуса. Он принял это рождение от Иисуса, когда Дух Святой сошел на них в тайной комнате, в горнице. Амин. И у него была эта сила, чтобы рождать. Потому что он, конечно, не дошел там до креста, еще это, не об этом речь. Богу сегодня вот эти люди нужны. Петр, Иоанн, Исаак, дети, 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 амин. Дети нужны, которые примут это наследие, которые пойдут, как Христошу. Он говорит, я вам показал путь совершенный. Амин. Амин. Я пришел на эту землю исполнить волю Отца. Амин. Я пришел служить Отцу. Амин. Я пришел прославить Отца. Амин. А что? Слушай, ученики ему говорят, слушай, как мы тут классно живем. На горе кущи там можно построить. Здесь, смотри, зачем нам это? Ты просто хлеб, мы тебе сейчас булку принесем, и ты воду, вино, пожалуйста. Ты куда собрался? На какой крест? Ты о чем? Он говорит, за мной, за мной, ребята. За мной. Вы следующие. Когда тебя куда-то зовут, значит, ты следующий. Вот ходи лучше с праведниками, тогда ты там будешь следующим. Сходи с благословенной, ты там будешь следующим. Пойдешь к нечестивым, там будешь следующим, потому что они будут погублены. Амэ. Пойдешь сюда, то приобретешь. Другое место, другое приобретешь. Амэ. И здесь еще одно место. Амэ. Иоанна 6 глава. Нашел кое-как. Я просто его хочу прочитать. Я знаю, что там написано. Но не прибавляй, не убавляй написано. Так же написано. нам нужен 38 стих, но можно с 37-го начать. Все, что дает мне Отец, ко мне придет. Это уже, знаете, некоторым достаточно, чтобы не гоняться за этим миром. Все, что дает мне Отец, ко мне придет. Был случай один, мы там были на каких-то, не знаю, только мы пришли в центр, инкаунтер там или что там, не знаю там. И, в общем, я там стоял с ребенком, ребенок наш мешал служить, и я вышел с ним. Они говорят, иди, иди, иди за тебя помолиться. Я говорю, я так возьму. Я понимаю то, что понимаешь, тебе не обязательно, помните, когда Бог Моисеев говорит, 70 человек, помните там, и на них с ее души стоят. Двое они прищи, но на них сошло. Потому что Бог избрал. А мы. Иногда ты можешь брать, тебе не обязательно прям рядышком быть. Но ты можешь взять эти откровения, веры. А мы. Они не из-за близости. Они из-за того, что ты за руку держишься. А мы. Вы же не всегда, муж с женой, всегда за руку держитесь. Знаете, мы дошли с женой до такого состояния, что двое стали на плотью. Я только хочу сказать, она хоп скажет. Я говорю, с собой не интересно. Она мне хочет какой-то сюрприз сделать. И тогда хотела мне ФСБ на день рождения заказать. А я хожу, говорю, слушай, что-то полиция где-то высматривает меня. Она говорит, слушай, тебе вообще можно какой-нибудь сюрприз? Я говорю, так и не надо сюрприза. Ну, открылось это, что ФСБ заказать, представьте, сюрприз. Ну, вот эти, поняли, в маске забегают. Хорошо я все знаю. Что она думает? Она знает, что я думаю. Слышишь? И так же, вот Иисус так ходил с Отцом. Представь? Он говорит, я знаю волю Отца Моего. Знаю, не думаю, а может быть так, а может быть, минует меня чаши себе. Я знаю волю Отца Моего. А мы. И здесь самый вот этот просто, вот этот стих. Все, что дал мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон. Ибо я сошел, 38 стих, ибо я сошел с небес, не для того, чтобы творить волю мою. С небес сошел. Но волю пославшего Меня Отца, воля же пославшего Меня Отца есть, та, чтобы из, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Амин. Воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий видящий Сына и верующий в Него имел жизнь вечную, и я воскрешу в последний день. И там возраптали там на Него все, ну, как всегда пошла вот эта. Но знаете, в чем еще интерес здесь? То, что Он говорит, я, помните, Он ученикам говорит, я ухожу к Отцу. Домой. Я ухожу домой, к Отцу. И там место для вас, помните? Но этот путь домой был через жертву Иисуса. Амин. Понимаешь, Он не просто говорит, Ребята, я ухожу, подгоняйте облако, огненную колесницу, еще что-то там, ангелы там, я тут, все, давай, я домой, лифт небесный. Он говорит, ты хочешь домой? Отец ему, ты хочешь домой? Он говорит, да, вот твоя дверь, это крест. Ты хочешь на небо? Вот твоя дверь, это жертва. Ты хочешь жизнь вечную, потерять здесь жизнь свою, на этой земле. Амин. Понимаете, другого нет. Вот они, открытые двери. Вот они, открытые небеса, когда через жертву ты получаешь Божьи благословения. Амин. Другого нету входа туда, никакого. Ни за пятку ты не возьмешься, ни за щиколотку не возьмешься, ни за края одежды ты не возьмешься. Ты здесь можешь взяться, чтобы взять эти же обетования, эти же откровения, стать наследником этого. Амин. Но, когда мы взяли, это значит то, что нам нужно дальше их нести, потому что Бог там говорил, когда говорил Аврааму, он говорил, о родах. Понимаете, то, что эта последовательность до сих пор идет. Амин. Как и жертва идет, так и наследственность идет. Амин. Поэтому, давайте будем вот этими Исааками. Исааками. Не надо нам строить из себя Авраама. Давайте будем Иисусами Навинами. Амин. Делателями, завоевателями. Амин. Туда посланниками, куда нас будут посылать. Амин. Без ропота. И мы будем иметь эти откровения. А остальное все, как говорит Писание, приложится. Но я тебе хочу сказать, когда ты живешь со Христом, это прилагаемое, ты на Него не обращаешь внимания. Амин. Тебе оно не надо, потому что ты постоянно в действии. Оно вроде бы у тебя и есть. Может быть, уже и нету. Никто не знает. Амин. Потому что ты даже не ходишь проверять, потому что ты на задании у Бога. Ты пошел туда, сюда, куда послал. Куда послал, туда пошел. Там, сям. Там завоевал, там победил, там прославил Иисуса, там прославил, там донес откровение, там родил свыше. Амин. Вот что от нас требуется с вами. Требуется с нами, чтобы мы стали вот этими вот послушными детьми Божьими. Послушными отцами нашего пастора. Амин. Все. Выкинь свои весы. Выкинь свои измерения. Ты увидишь великую славу Божью. Выкинь свое мышление. Ты увидишь. Послушай, когда ты пойдешь, ты там увидишь славу Божью. Ты там увидишь Тюреса, когда ты в посланничестве. Амин. Когда ты на кресте, когда перед тобой открываются окна небес, и тогда и этот Саид камнями-то закидали. Стефан. Слышишь? Вижу. Вижу Иисус. Мы хотим верить тебе, Иисус. Ты уверен? Его реально послали, камнями забили. Он знал, на что шел. Он знал, на что шел. И все они там верующие знали, на что иду. Даниилу говорит, молиться нельзя. Он говорит, да я знаю, на что иду. Мне что, тут с вами, что ли, пребывать? Земными, что ли? Ну, кальвам, кальвам. Он не думал, что там, знаете, он надеялся, что Бог его там спасет. Да? Даже царь уверовал. там Бог, твой Бог там тебя не спас? Спас, спас. Эти там перед печью стоят. Представьте, вот это истинно. И тут на жертву, мы не будем поклоняться другим. Нам не нужны ваши откровения. Нам не нужны ваши языческие столпы, вот эти вот, что там у вас, эти идолы все. Нам не надо. Мы хотим держаться Божьих откровений, Божьих заповедей. Амин. Которые нас следуют и дают жизнь вечную. И все дают вечное. Никто, где никто не может украсть, где не сливает, где вечный венец, вечная награда. Амин. Потому что, я говорю, то, что мы не хотим, не надо нам наследие земное. Не надо тебе имения. Не надо этого желать, хотеть. Я смотрю на своих детей. Они, они там, знаете, они уже чем-то обладают там. Я даже двоих научил. Говорю, ребята, вы такие у меня умные. Одной 15, другому там 13 лет. Я на них смотрю просто, они вундеркинды. Я говорю, давайте я вас научу деньги делать. Они говорят, давай. У них уже земля есть на Алтае, представьте. Вот это, а это, ну, ладно, там не совсем у них, потому что я там еще вкладывался. Но эта земля сегодня стоит полтора миллиона. Слушайте, им 12 и 15 лет. И это не потому, что там им помогли, они молятся. Они молятся, заходят в тайную комнату и молятся. И когда дочь выходит, она говорит, папа, вот спасусь, что такое откровение? Я говорю, ну, Бог, я говорю, вот мне, по-моему, Бог это сказал. И открывает местописание, которое Бог мне сказал. Понимаете, когда я пришел в церковь, мне Бог, ну, кое-какие откровения накидал, я еще не понимал, я так радовался. Но теперь я понимаю, какая ответственность лежит на мне. И она открывает это местописание, я говорю, это Бог тебе сказал. И это будет в твоей жизни. Я начал, Я начал, вы принимаете уже. Вы уже принимаете, но это великая цена, и мы должны к ней готовиться. Понимаете, это радует, когда эти же откровения, которые Бог дает тебе, или Бог дает твоему паспору, они в тебе отражаются. А мы, понимаете, ты их так же слышишь, ты так же переживаешь, ты так же готов за это заплатить. А мы, хоть чем заплатить, лишь бы это увидеть. Лишь бы это увидеть в своей жизни, как Бог благословляет тебя, твой род. А мы, все вокруг тебя. А мы, поэтому я хочу тебе сказать, займи свое место в теле Иисуса. Иисус нас всех призывал к жертве. Там написано, жертва общения, жертва твоего времени, жертва всего, понимаешь, жертва. Знаете, мы верующие люди, как бы мы мало занимаемся, там, детьми, да, и некоторые говорят, вот там надо, я бы раньше бы, там, лучше бы детьми занимался. Но посмотреть на других детей, которыми там занимаются, которых там, вещи за них носят, там. Я, один брат приехал к нам, у него полная машинные вещи. Я говорю, ты как ты, ты что, сколько, двое детей, и он с женой, и полная машина, представляете, весь багажник огромный. Я говорю, ты как? Он говорит, ой, я представляю, как тебе тяжело. И он носит эти вещи детей. Я говорю, не, я так не живу. Однажды, когда я пошел со своими детьми, поехал куда-то, смотрю, они игрушки, мяшки, тащат, вот такие там, с собой. Мы будем играть. Я говорю, ребята, вы можете хоть что взять, но вы несете сами. Я беру свои, поверьте, я приехал со всем своим имением, ну, вещами. В ручной кладь вошло 7,5 килограмм. Из них Библия, наверное, больше всего весит. И они сразу отложили такие себе рюкзачки, приготовили. И так все сейчас. Я говорю, кто едет, кто хочет идти со мной, вот ты можешь еще дрова себе взять там, огонь взять, может, ты на жертвенник попадешь. И пойти. Я не буду за тебя делать. Аминь. Я не буду. Мы даже ребенок, когда у нас родился, который умереть, помните эту свидетельство, который пошел 5 лет. И я не разрешаю дома кормить его. Хотя он, когда ест, это там, ну, раньше там это просто, на потолке можно было кашу снимать, где-то там, тю, подкинет что-нибудь. И я не разрешал никому кормить. Сегодня он уже все больше, больше, больше там самостоятельных действий, там уже посуду учит мыть. Понимаешь? Ну, он еще, конечно, это так образно, учат. Ну, все, все, чтобы он самостоятельно делал. А некоторые из, из целостных людей, детей, делают наоборот. Давай, что там? Ой, давай я понесу, давай это, давай то. Мать выходит, ну, жена моя выходит из дома, младший сын бежит, ей двери постоянно открывает. Он никуда не едет, он просто выбегает из дома, ей дверь открыл, она села, закрыл, все. Счастливый. Он счастливый. Он счастливый, понимаете? И мы счастливы. Его никто не говорил это делать. Где он научился, непонятно. Ну, хотя я тоже такой маленький, пока был, пока возраст не пришел, юношеский, не стал грешником, тоже пытался вот такие вещи, какие-то там делать. Двери там открывался, в подъездах, там, в магазинах. Машину не помню туда. А потом вообще ничего не помню. Нет. Я серьезно, потому что мы же, когда Христос нас освобождает, у тебя этого нет. Мне один человек угрожал там, папашка одной нашей дочери, я знаю про тебя прошлое. Я говорю, а я нет. Забыл. Прикинь, залбыл, потому что его нету. Христос взял, выкинул, и говорит, никто больше об этом не знает. Никто не вспомнит. Никто никогда. А мы, поэтому благословляю вас, народ Божий. Я верю в то, что мы с вами не просто будем искать наследие, а мы будем искать исполнить волю Божью на этой земле. И тогда ты станешь настоящим наследником. Не просто, чтобы мы где-то при наследниках, там что-то, за стол какой-то сидим. Нет. А по-настоящему наследником станешь. Эти еще обетования, эти еще откровения. Это веры Божьи. Это веры Божьи, которые совершают все, абсолютно все. когда ты идешь, перед тобой эти двери так же открываются. Когда Бог говорит, я тоже знаю твое имя. Тоже обращаюсь к тебе по имени. Когда Ему твой голос приятен. Когда Ему твой голос благоухания. Аминь. Понимаешь, вот это единственное, что я хочу тебе сегодня сказать. Будь как Исаак. Будь как Христос. Аминь. Где-то ты будешь, как Авраам, в своем доме, как отец, как муж, как женщина, где-то на работах. Но здесь будь как Исаак. И будь как Христос. Смири себя. Смири себя. Не важно, куда тебя посылают. Ты увидишь там величайшую награду. Аминь. И пусть из-за тебя, из-за твоего присутствия изменится этот город. Из-за этих откровений. Изменится вокруг тебя все. Люди, которых ты будешь прикасаться, которых ты будешь делиться этими же откровениями. Аминь. Никогда, скажи, когда, знаешь, ты видишь, иногда тебя кто-то берегет, скажи, не жалей меня. Серьезно. Скажи, не жалей меня. Не надо. Если я должен быть там, и ты знаешь, может быть там со мной что-то, приключение, как Павел, он поставил приключение. То в воде три дня там просидит, то еще нет. Скажи, не жалей меня. Не жалей, не надо. И не жалей своих детей. Жалость ничего не меняет. Ничего. Если бы Авраам тогда пожалел бы Исаака, Бог бы, если бы пожалел Иисуса, все, у нас нет. Нет у нас. Если бы Авраам пожалел Исаака, нет того, что Бог говорил дальше. Посмотри на небо, посмотри на землю. Это твое наследство. Не было бы, остановилось бы все. Знаешь, нам не должны быть нравиться только откровения. Отец, вот, отец Авраам разговор с Исааком, Бог мне дал тебя, Бог сказал, пришел, и в 99 лет я говорю, о, как мне нравится, отец, свои откровения. А сейчас он сказал, убей тебя, о, эти откровения мне Бог не говорит. Все откровения и все обетования, да, и все обетования, амин, и праведнику все во благо. Амин. Не жалей себя и скажи пастору, не жалей меня. Не жалей, я хочу жить. Я хочу наследовать жить вечную. Я хочу быть Исааком, я хочу быть твоим оруженосом, посланником, как хочешь. Амин. Я хочу быть завоевателем. Куда бы ты хотел пойти, но не можешь туда идти, скажи мне. Может быть, я смогу до туда добраться. Амин. Может быть, я смогу до туда дотянуться. Амин. Может быть, я буду там проповедовать. Может быть, я туда пойду, если ты благословишь меня, чтобы базожить руки на больного. Амин. Господь Иисус, благослови свой народ. Да будет твоя воля в нашей жизни. Да будет твое слово, да будет твое повеление, Господи. Мы не просто быть хотим какими-то нарисованными наследниками Божьими. Мы хотим быть твоим царственным священцем, которые отдают себя в жертву ради служения тебе, Иисус. Ради послушания тебе, Христос. Чтобы исполнить волю твою на этой земле. Мы хотим прославить тебя. Твое имя. Твое имя возвелищит тебя. Свидетельствует о тебе до края земли, Божий. Чтобы нам этого не стоило, Божий Святый, мы отдаем себя в твои руки, мы посвящаем свое время, свою жизнь, все свое имение тебе, Иисус. мы не выбираем одно лишь доброе, Господи. Мы выбираем всю волю твою, всю волю твою, все слово твое. Мы выбираем крест, мы выбираем твой путь, мы выбираем тебя, Иисус, жизнь наша. Иисус. 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 Имейший крест, имейший тебя, Иисус. а лея зону ва лея багуша бамаре веге богу шея и да погуша магадали вая а лея а гуща на еще вы хура сми как церкву мая 6 теперь возьми я свою свято Возьми меня, как зерно и пастель, Возьми меня, Отец, свою святость, Возьми, как жертву, моя жизнь тебе. Возьми хорошо в доме твоем, Искать твое лицо, Ты праведность и святость, Молю тебя, мой Бог, Возьми меня, вечно свою, Возьми, чтобы всегда Твое лицо святое во свете видел я, Возьми меня, Отец, свою святость, Возьми меня, как зерно и пастель, Возьми меня, Отец, свою святость, Возьми, как зерно и пастель, Возьми меня, Отец, свою святость, Возьми меня, как зерно и пастель, Возьми меня, Отец, свою святость, Возьми, как зерно и пастель, Возьми, как зерно, моя жизнь тебе. Возьми, как зертва, моя жизнь себе Возьми, как зертва, моя жизнь себе Аллилуйя, послушай, только твоя жертва Только твоя жертва, жертва твоего сердца, жертва твоего времени Может расширить все Потому что, когда только зерно умирает, ты умираешь Твое имение умирает Тогда все расширяется Иисус говорит, если пшеничное зерно умрет, принесет много плода А мы, когда ты умираешь, принесешь много плода Много плода для Царства Божьего Во имя Иисуса Благословляю вас, народ Божий Вас дайте Господу славу Из Исаака выходит Ияков Из Иякова 12 патриархов А мы Понимаешь, Исаак умер и родил Иякова А мы Там на жертвеннике Я не верю, что он умер вообще А там на жертвеннике А мы И пошло движение Божьей славы Благословляю вас Увидимся в среду Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»